Продолжим эту же тему прямо сейчас с Марком Фейгиным, российский правозащитник, с нами на связи. Марк Захарович, добрый вечер, если он добрый, конечно. Ну, какой есть чушь. Да, всех приветствую. Какой есть, да. Предлагаю продолжить тему Грузии. Сейчас не буду вдаваться во внутриполитические дела Грузии, но сейчас внешне политические интересуют. Вот, соответственно, я начинаю с этого вопроса уже вторую студию подряд. Меня интересует, сейчас грузинская мечта, по сути, говорит о том, что, а вот посмотрите на Украину, там был Майдан, а потом была война, и 20% территории они потеряли. Да, это глава, собственно, правящей партии Кабахидзе заявляет. И у меня закрадывается мысль, а не хочет ли таким образом Грузия сказать, что подождите, подождите. Там же, помните, от Тбилиси недалеко граница с Южной Осетией, которую каждый раз Россия подвигает все ближе и ближе. Там 70 километров, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, соответственно, может быть, обратимся к России, и, соответственно, она поможет введением определенного контингента тут отстоять конституционный строй Грузии. Может быть, такое или нет? Ну, если дойдет до такого, то однозначно, во-первых, в Грузии будет гражданская война. Да, я даже не говорю о том, что в России какой-то контингент появится на территории Грузии, да, из оккупированных территорий. А даже вот такое обращение, даже попытка, какой-то легкий ветерок, намек на это приведет к вооруженному выступлению в Грузии и однозначно гражданской войне. Потому что обратиться к российскому руководству за помощью в наведении конституционного порядка силами российской армии, например, какого-то ограниченного российского контингента, это, ну, что вам сказать, с учетом войны 2008 года и всего пережитого в связи с ней, ну, это будет, даже не знаю, с чем сравнить, понимаете. Ни одно грузинское руководство, а в Грузии бурные были времена за 30 лет, на такое не сподобилось. Если на это сподобится, если на это пойдет грузинская мечта, ну, переубивает всех, да и все. Просто все руководство и партии не будет. Потому что настроение, в чем ведь особенность Грузии, что, несмотря на наличие промосковской верхушки вот этой грузинской мечты, что понятно в связи с олигархом Иванишвили, уже никаких вопросов не остается. Руководство правительством, значит, значительной частью фракции грузинской мечты в парламенте, большая часть Грузии, то есть подавляюще, ну, я не знаю, как это в процент выражается, это общественность Грузии выступает за евроинтеграцию, евроориентированность, евроатлантическую интеграцию, за европейский путь Грузии, понимаете. Вот это вот странный контраст, когда верхушечная власть, ну, теперь ее определенно, можно быть, назвать группционной, она является фактически агентурной по отношению к Кремлю. Вот, потому что закон, ну, ладно, судьба Саакашвили, можно было на нее плевать, но закон о иноагентах – это лакмус. Причем, заметьте, это же ведь говорят не только оппоненты грузинской мечты из ЕНД, да, из единонационального движения, партии когда-то созданной Саакашвили, ну, движения. А это говорит посольство Соединенных Штатов в Тбилиси сделало заявление специальное, это говорит Евросовет, это говорит Баррель, комиссар по внешним делам Евросоюза. Это же вы же стремитесь в Евросоюз, но все, что делает грузинская мечта, да, ее руководство, я имею в виду, действуя вопреки вот этим провозглашенному евроориентированному курсу Грузии на интеграцию в европейскую структуру, в НАТО и так далее. Двойственную позицию занимает президент Грузии, а, кстати, сказать о приглашении каких-то российских сил может сделать только президент, то есть, с чего бы это правительство такими вещами бы занималось. Но президента некую двойственную позицию занимает. На словах президента Соломеза Рубешвили вместе с народом, она из Нью-Йорка сказала, что я с вами, а почему, во-первых, ты не сдвелись, почему ты в Нью-Йорке, но взяла, вылетела, за 9 часов уже точно была бы дома. Ну, хорошо. Значит, она сказала, что наложит вето на этот закон, но сейчас-то это уже точно недостаточно. Закон принят в первом чтении, дойдет, не дойдет, что там дальше будет, это еще вопрос. Но, так сказать, сейчас уже нужен комплекс действий. Да, возможно, нужны уже досрочные выборы парламента, это уже определенно, но уже вот такой парламент не может. Так себя замаравший этим первым чтением принятие закона, против которого все, да, значит, это уже не парламент. Нужно проводить новые выборы, это раз. Во-вторых, выборы по стандартному сценарию, которым они были все эти 10 лет, уже проводиться не должны. Потому что слишком сомнительно они происходили. И много к ним было претензий с разных сторон. Президент должна инициировать этот процесс, если она с народом, если она хочет поддержать протестующих, выступать против действий власти, правительства, руководства парламента, большинства парламента. То нужно это продемонстрировать, понимаете. Она этого не делает, потому что это пока слова все. То есть, частью этого плана могло бы быть и освобождение Саакашвили. Поэтому, честно говоря, я пока не верю в такой шаг грузинской мечты, что она пойдет на то, чтобы против собственного народа пригласить иностранную армию. Причем ту армию, которая оккупирует 20% территории Грузии. Но если такое произойдет, народ возьмется за оружие, и ему помогут этому народу. Это однозначно оружие дадут, силы, средства, все дадут, понимаете, из-за рубежа. Ну, потому что не оставят один на один грузинский народ с, так сказать, этой властью, с ее вооруженными отрядами. Там уже и тетушки всякие появились и так далее. Помимо полиции, которая избивает демонстрантов, ну, никто не позволит уже вот в такой фокус сыграть, понимаете. Потому что Грузии вообще может не стать. Так что рисковать так не будут. Поэтому у них сейчас остается последний шанс пойти на попятную, быстро сейчас провести консультации между оппозицией и властью, откатить назад по нескольким вопросам, уже не по одному. Да, закончить эту инициативу с законом об иностранном влиянии, освободить Саакашвили, конечно же, это часть плана. И провести досрочные выборы и дать возможность народу полноценно, без давления, самим выбрать себе власть. И уже с чистого листа начинать. Потому что вот в нынешних условиях, в этой ситуации, я шансов для примирения не вижу. Просто не очень понимаю, как может остаться все, как и было. Два дня бушуют протесты и еще неизвестно, чем закончится. Можно три момента вот из того, что вы сказали. Я хотела немножечко акцент у вас услышать. Вы сказали про президента, который не делала. Вопрос один. А есть ли у нее полный инструментарий в ее функционале по конституции, который она может задействовать? Потому что ведь она часто говорила, что ну вот это не в моих силах, потому что вот есть конституция и президент имеет такие полномочия. Это ее ограничения. И второй момент, почему до сих пор, видя вот эти бесчинства Иванишвили, понимая прекрасно, что он вопреки конституции просто стал хозяином этого государства, почему до сих пор на него не наложены санкции со стороны западных наблюдателей, партнеров и так далее, которые могут себе спокойно позволить свои деньги выводить за границу. Вот два момента. И третий про гражданскую войну. Извините, сразу же просто выдам, чтобы ничего не забыть. Гражданская война подразумевает противоборствующие лагеря, так понимаю. Или вы имеете в виду, что граждане против правительства, и это будет гражданская война? Ну, давайте с третьего начнем. Гражданская война будет с иностранной оккупацией, с попыткой и намеком на нее, потому что любой, кто призовет к этой иностранной оккупации, станет врагом и против него. В каком соотношении это будет? Как это поделится? Грузия за 30 лет знавала гражданское столкновение, вы знаете. Первый президент ушел и потом погиб, в общем говоря. Там были столкновения тяжелейшие. Были военизированные формирования парамилитарные. Было такое движение всадников в Мехедрионе, например. И ему подобных были десятки таких групп, разных совершенно, и криминальных, и некриминальных. То есть, она знавала фрагментацию очень сильную, внутреннюю политическую Грузию. Так что, ой, как невероятно. Это очень даже вероятно. Грузия такая страна, и народ очень горячий. Теперь, что касается санкций, да, от обратного пойдем. А я, кстати, не исключаю, что на Иванишвили, на руководство грузинской мечты, возможно, на президента Зорубешвили могут быть наложены санкции. Я не говорю, что это точно продают, но они могут быть наложены. Вот за такой чудовищный разгон, и второй день подряд, руководство и исполнители тоже могут пострадать. То есть, и полиция, и другие. То есть, я бы не сказал, что это закрыт кейс. Как раз он очень актуален. То есть, сейчас им еще дают возможность отыграть назад, собственно. Постоянно уговаривать. С ними сюсюкаются, понимаете? Тетешкаются. Ну, если почитать заявление американского посольства в Тбилиси, ну, там просто на уговорах все. Давайте, ну, пожалуйста, ну, что же вы. А в какой-то момент перестают сюсюкаться. Начинают уже действовать. На отмышь лупят. Да, действительно, Уванишвили, там, считавший царю, у него там компания и так далее. Все в один день просто отнимут, и на этом все закончится. Вообще все отнимут. Понимаете? И из страны запрут, никуда не выйдешь. Еще большой вопрос, что внутри будет происходить. Это называется, знаете, там, кипящую смолу закрыть крышкой. А вот, далее, что касается президента Зарубешвили. А если у него полномочия, послушайте, ну, ладно, какие-то есть или каких-то нет полномочий. А ты используй то, что точно у тебя есть. Ну, например, помиловать Саакашвили она может. У нее в руках находится акт помилования. Ну, так, пожалуйста, помилуй, пожалуйста. Будь любезна. Саакашвили, начни хотя бы с этого. Понимаете? То есть, ну, 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 говорите. Ой, вы знаете, я там не все могу, поэтому я ничего делать не буду. Вот так это звучит. Есть существенные подозрения. Она ведь от грузинской мечты избрана в качестве кандидата. И поговаривают, что она много чем обязана без Зинии и Нишвили. Что, возможно, выборы-то она и не выиграла, мягко говоря, у ваша отца Григора. Поэтому бог его знает, что там, какие обязательства. Вот чтобы опровергнуть это, нужно действовать решительнее. То есть, президент, как будто его нет вообще. Представляете? То есть, я связан с конституционными полночками. Ну, погодите, если ты с народом, так ты прийди к народу. Ты начни с народом этот диалог. Ты с кем диалог ведешь? Через телевизор, что ли? Ну, то есть, прямо скажем, Зарубешвили сейчас, ну, это как, знаете, как общество филателистов. Какая-то там председатель общественной организации выступает Зарубешвили. От нее никакого, как бы, толку для того, чтобы проявить себя, там, конституционные у нее, неконституционные. Ну, она вообще коммуникатор Запада, она вообще гражданка Франции, кстати сказать. Окончилась Янспо, самую престижную школу во Франции политическую. Связан с эбитами французскими. Ну, и вообще европейскими и другими. Поэтому изображать, что она вот такая беспомощная женщина 70 лет, ну, зачем тогда президент? Если ты вообще ничего не можешь, просто уйди с поста президента, уйди в отставку. Это же логично. Но изображать и нашим, и вашим, ну, слушайте, сейчас не такая ситуация. Сейчас нужно действовать. Я бы хотел сказать, да, ну, тут на самом деле, я читаю полномочия президента Грузии, их достаточно много. То есть там не настолько и помилование, и президент Грузии вправе обратиться к народу, например, и тоже правоветы и так далее. Смотрите, тут по Саакашвили будет у меня два сразу вопроса. Но, во-первых, если проводить параллели с Зарубешвили, Саакашвили тоже не появился из ниоткуда. Он в свое время тоже был в окружении Шеварнадзе, по сути, а потом просто перешел в оппозицию. Вот сейчас видите ли вы какие-то шансы у Саакашвили в случае его помилования в политической жизни Грузии, если такое произойдет? И, например, Зарубешвили для чего тогда сделала, ну, такой финт, скажем, да, по-футбольному? Ну, финт с тем, что я поддерживаю протестующих, я не буду, то есть я наложу правовета. То есть если сказала А, значит, последует ли Б, и сделала на это, пребывая в Соединенных Штатах Америки. Может быть, я, конечно, конспирологические теории провожу, но могут ли быть сейчас определенные уже конкретные договоренности с Соединенными Штатами, в частности, по Исаакашвили, с Соломей Зарубешвили, с президентом Грузии? Ну, во-первых, Зарубешвили вообще при... Саакашвили была министром иностранных дел. Так, на секундочку. Она его ненавидит, потому что они там расстались плохо. Она даже организовала оппозиционную партию, но вообще-то она тоже появилась из ниоткуда. Ее Саакашвили вообще пригласил стать министром иностранных дел. Так-то уж ее карьера стартанула именно при Михаиле Саакашвили, если уж на то пошло. Второе. Значит, разговаривает ли с ней в Соединенных Штатах? Ну, просто 100%. 200% что с ней беседуют. И ей объясняют, что к чему. Это даже вот можете не сомневаться. Я думаю, она и поехала в Нью-Йорк, да, под видом, что ООН и так далее. Но пребывание официального лица в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах, конечно, она встречалась. И с представителями Госдепа, и со всеми остальными. Что она не встречалась? Конечно, встречалась. И ей все объяснили. Я думаю, все не случайно. Это, так сказать, одно вытекает из другого и связано одно с другим. Ну, так не бывает просто. Такое напряжение вокруг ситуации в Грузии, и оно уже не первый месяц, понимаете. Это же не то, что вот вчера появилось. Вот я инициировал вместе с Арестовичем две акции, которые прошли 4 января и 20 февраля, и шло по нарастающей. Да, они касались только исключительно прав человека. Только Саакашвили. Мы не вмешивали дела внутренние Грузии. Это нам вообще не наше дело. Но мы же призывали. Вы развяжите узел этой ситуации. Вы просто отпустите больного Саакашвили. Да, а что там будет? Ну, так простите. Нельзя исходить из того, что, как они говорят, мы вот отпустим Саакашвили, а он станет лидером протеста. Ну, во-первых, они его довели до такого физического и психологического состояния, что, честно говоря, если сейчас его из больницы вытащить, никакой протест он возглавить не может физически. Вот он на баррикаду не заберется, понимаете? При росте 195 сантиметров, вот у меня 196 сантиметров рост, но только он весит чуть ли не в полтора раза меньше меня. У него 69 килограмм. Я на связи, так сказать, с его адвокатами, руководством ЕНД и так далее. Он и психологически, даже бог с ним, ладно, физическое состояние, там, мамания ему ходит. Но он психологически, мягко говоря, ну, совсем не потянет сейчас ни на какого лидера протеста, ни на трибунного вожака, ну, просто ему надо время. И я не знаю, какое. Это врачи могут ответить. Я не знаю, какое. Вот. Поэтому, скорее всего, на такого лидера протеста могла бы претендовать Зорубишвили, если бы она сейчас с народом стала рядом, понимаете? Ну, хотя бы на короткий период оправдала бы свое президентство тем, что она в критический момент поддержала граждан Грузии. Но мы от нее этого не видим. Я повторяю, вы правы, что у нее много, достаточно полномочий. Но я повторяю, если ты не готовы их применить, даже те скромные полномочия, как президент, ну, все-таки это парламентская республика Грузия. Да, президент носит, несмотря на прямые выборы, президента выбирают. Не парламентом, а прямые выборы. Но все равно, все равно, как бы, сними с себя эти полномочия, если ты не в состоянии защитить собственных граждан. Тогда зачем ты вообще нужна? Ну, то есть, непонятно, как понимать политическую ответственность господа Зорубишвили. Понимаете, она даже одну такую фразу произнесла, когда на нее давили в связи с... В Новый год это было. Помилуется окажение. Говорит, я, говорит, женщина. Ну, слушайте, я понимаю, она женщина. В этом никто не сомневается. Но, прежде всего, ты президент. А потом ты уже мужчина или женщина, или кто-то там. Или трансгендер. Это уже твое личное дело, по большому счету. Потому что, прежде всего, ты президент. А зачем ты шла в президенты целого государства, понимаете? Ну, это смешно. И поэтому, да, наверное, Зорубишвили могла бы, если бы она была бы решительной. Мы от нее уже этого не ждем. Ну, бог знает. Часто такие революции выдвигают новых лидеров. Не исключено, что появятся какие-то новые. Там есть соратники Саакаши, Диканаидзе. Там есть весьма такие известные люди. Там корпус людей. Сейчас новое руководство в ЕНД. Наверное, кто-то проявится. Почему нет? Я хочу вот еще что у вас спросить. Знаете, вот мы же видели, что экономическая ситуация усугублялась не сегодня, не вчера. И даже до начала войны в Украине люди не вставали. Если тогда никто не пугал их тем, что начнется война, поэтому вы как бы терпите нас. То сейчас ситуация резко изменилась. Совпадение ли это, что это совпало именно с событиями в Украине? И вот мы говорили о том, что Россия, видя свои неудачи в Украине, может это и инструменты уже привычные, шатать лодку там, где это делать легче. Это совпадение или нет, что именно сейчас люди встали и вот в такой радикальной форме заявили, что они так больше жить не хотят? Смотрите, но это же следствие. Предпосылкой было поведение правительства. Потому что и закон об иностранном влиянии, и ситуация с Саакашвили, и многие шаги, которые там предпринимают со стороны этого руководства Грузия, свидетельствовали об изменении курса, понимаете? Там, знаете, как звучит, что мы такие, какие есть, и если нас не хотят принимать в Европейский Союз и в НАТО, ну и ладно, это их проблема. Ну как их проблема? Это вам надо, понимаете? А там именно это основной нарратив, создаваемый методологически. Об этом звучат из уст первых лиц грузинской мечты, прямо от первых лиц подобного рода заявления. Что ну и ладно, и бог бы с ним. Ну как бог бы с ним? Это что-то препятствует этой евроинтеграции. Ваше упорство в кейсе Саакашвили, в вопросе санкций против Москвы, вопрос экономических взаимодействий. Там был скандал, что восстанавливать, не восстанавливать авиасообщение. Вот вдруг мешал Зурбиши и сказал, нет, нет, мы не допустим авиасообщение восстанавливать с Россией. Этого не будет. А до этого это серьезно обсуждалось. Там целый скандал был. Что там запись обнародовали беседы, значит, Карасина, он сейчас депутат Государственной Думы, в комитете, я так понимаю, международным делам, бывший замминистра иностранных дел, с каким-то своим визави официальным чиновникам грузинским. Ну то есть, понимаете, скандалы прокатываются на предмет того, что грузинская власть слишком тесно взаимодействует с Москвой. Ведь глазу-то это не видно в Украине. А потом, ну вы правильно говорите, на фоне войны все обострилось. Война-то идет уже год, понимаете, в Украине. Кто-то может сказать, грузинская мечта заявляет, а вот Украина нас втягивает в войну, открыть второй фронт, а мы, вот грузинская мечта, этого не допускаем, мы как бы этому препятствуем, а то бы у нас был бы второй Мариуполь. Они прямо так говорят дословно. А что значит на второй Мариуполь? Погодите, а вы что? Вы хотите отсидеться? Или вы хотите, значит, в Европу бочком-бочком зайти? Но вас туда не возьмут. Если вы не будете соответствовать этим стандартам, вас просто в Европу не возьмут. Понимаете? То есть непонятно. Если у вас цель попасть в эту Европу, ну волей-неволей, хотите вы, не хотите, вы будете соответствовать тем требованиям, которые вам предъявляют. Но если вы не хотите туда попадать, это совсем другая уже история политическая. Это значит, вы со своим народом решайте. Если народ за европейскую интеграцию, а власть против, ну одно из двух, либо должен остаться народ, либо должна остаться власть. Кто-то один из двух. Вместе вам не договориться. Понимаете? Поэтому эти протесты, это было обречено на эти протесты. Они неизбежны были, фатальны. Вот. И если сейчас ситуация пойдет по сценарию обострения, если не договорятся оппозиция и власть, ну тогда протесты будут шириться и точно получат поддержку из-за рубежа. А почему этого надо избегать? Почему? Если народ хочет видеть себя европейской нацией и европейские интегрируются, его союзниками выступают Евросоюз, Америка, НАТО, все остальные. А как они хотели? Ну народ-то этого хочет, а власть этого не хочет. Так кто в данном случае имеет больше прав на это взаимодействие? Власть, которая принимает законы, наказывающие за иностранное влияние и маркирует, как иноагентов, сотрудничеств, там, не знаю, с фондами, с американскими, с европейскими. А зачем вы тогда идете в Евросоюз? Там все построено на этом взаимодействии. Вам тогда туда не надо. Понимаете? Поэтому я бы сказал, что ситуация пока равновесная, даже несмотря на разгоны, еще есть шанс договориться. Если власть не пойдет по пути договоренности, ну тогда, повторяю, тут любые варианты развития ситуации возможны. Ну и потом я повторяю, не будь бы войны в Украине, может быть, это еще вялое текущее, плелось как-то, там год, второй, третий. Это еще бы шло. Но война в Украине, она все эти процессы обострила. Вообще везде. Посмотрите на Молдову, посмотрите на Беларусь, посмотрите на Грузию. Это везде процесс идет. Все затряслось. И в том числе, потому что Москва проигрывает. Вот и все. Мент расчезает постепенно. Субгегемон на региональном пространстве сокращается, сужается. Он больше не так влияет. Вот что. Кстати, по поводу Молдовы еще хотелось бы вас спросить, являются ли это звеньями одной цепи. И, ну вот сейчас там коммунисты, социалисты, ШОР, в первую очередь пророссийская партия, пытаются качать ситуацию против действующего президента, действующего правительства. Соответственно, вот здесь хотелось бы понять, удастся, можно ли, возможно ли, Кремлю достичь каких-то своих целей, успешных, естественно, своего успеха в раскачивании ситуации в Молдове. Либо сейчас при помощи украинской разведки, при помощи, например, защищенного молдовского неба, при помощи украинского ПВО, а я имею в виду, что если вдруг начнут обстреливать ракетами, там, поддерживать Приднестровье каким-то образом, то украинское ПВО перехватит, то, соответственно, у Кремля в Молдове сейчас нет шансов. Можно ли так говорить? Не, то, что они качают именно кремлевские силы там, и Додоны, и все эти ШОРы, конечно, в этом нет никаких сомнений. А откуда они все? Они все на финансирование именно из Кремля. В этом понятно. Ну, что касается ПВО, я думаю, там и Румыния, родственная Молдове, тоже примет участие. Это страна НАТО. Никто не позволит закидывать ракетами Кишинев. Вы понимаете, что ни Бухарест, ни НАТО, ни ПВО будет использованы все. И украинские, и натовские. В этом вообще нет никаких сомнений. Никто не позволит обстреливать Кишинев ракетами. Никакими калибрами, шмалибрами. Это другая ситуация. То есть, они уже тут много чего дел наделали в Украине. С Кишиневым там чистенькая ситуация в том смысле, что никто не позволит вот так же ультиматировать, что только попробуйте вмешайтесь. Не, так точно не будет, сто процентов. Поэтому в Молдове действительно процесс этот запущен, потому что он вызван условиями поражения Москвы, потому что она не в состоянии использовать Молдову в качестве плацдарма для решения своих задач. Из Приднестровья выйдут войска, из Тирасполя в сторону Кишинева. Но как только это произойдет, и Румыния точно впишется, это просто гарантированно. Понимаете, вообще никакого сомнения, что никто не отдаст Кишинев. И Украина, а что ей сидеть-то? Из Одесской области выйдут 10 тысяч человек, ну, может, 15, это какое-то количество бригад, и просто у них рад вопрос. А как Москва может помочь своему контингенту в 1,9 тысяч человек, да, меньше 2 тысяч человек. И причем это в основном контрактники и самого Приднестровья, эти лица, это не какие-то там, хоть они считаются ВДВшниками, но там нет этого ничего. А никакого контингента, который полноценно мог бы защитить Тирасполь от возможной ликвидации этой лимитровной зоны, этого вторжения. Но, смотрите как, Молдова очень осторожнейшая. Она действительно, Майя Санду, но боится, что это вызовет кровопролитие, этого бы она бы хотела избежать. Но моя оценка, мое мнение, что силового сценария вряд ли удастся избежать. Даже по окончанию войны, если представить, что, ну, там застрянет война на какой-то точке, да, там, не знаю, Мелитополь, на Крым пойдут, допустим, в случае большого контрнаступления украинских войск, вопрос Молдовы будет решен силовым путем. Я не вижу возможности, чтобы Москва сама отказалась и вывела контингент в ВДВ и складов колбасные к себе в Россию, это исключено. Поэтому я думаю, что Молдова обречена на вооруженный сценарий, но он может быть более кровавым, может быть, менее кровавым, потому что какие-то силы в самом Приднестровье могут сказать, посчитать, что, ну, шансов никаких, лучше спокойно воссоединиться. Что касается промосковских сил, ну, смотрите, вопрос-то ведь воли, понимаете? Ну, кто позволит вот так вот взять и потерять суверенитет, потому что кто-то хочет благодаря своим отношениям с Москвой качать ситуацию, да, ну, то есть нужно сажать, сажать, а потом выпускать после того, как все устаканится, вот и все, сажать, беспощадно вообще, не цаскаться, а что, а потом потерять суверенитет и говорить, ох, надо было, вот, конечно, там этого, того посадить, а мы вот не посадили, и поэтому теперь у нас независимый дед, мы теперь в концлагере все. Да-да-да, сослагательное наклонение, которое неприменимо к истории. Спасибо вам огромное за этот анализ. Да, Марк Фегин, российский правозащитник, только что был на связи со студией.